Начнем наш выпуск с главного спортивного события международного уровня. Сегодня на арене «Кристалл» завершился Кубок мира по керлингу, в котором помимо российских команд принимали участие спортсмены из Швеции, Турции и Швейцарии. На торжественной церемонии закрытия престижных соревнований побывала наша съемочная группа. Напомним, наши операторы принимали участие в организации телевизионной трансляции. Итак, кто же стал обладателем высокого титула победителя и кому достался главный приз? Кубок мира по керлингу. Подробности в нашем сюжете. Неожиданно для многих номинальные хозяева турнира сборной России по керлингу бьется всего лишь за бронзовые медали. Золото Кубка досталось команде из Швейцарии. На втором месте сборная команда Москвы. По оценкам экспертов, турнир в Мурме прошел на самом высоком уровне. И это несмотря на то, что керлинг для нашего города – новый вид спорта. Однако перспективы его развития масштабные. Такое мероприятие позволит нам вывести на еще более высокий уровень спортивные достижения Владимирской области и занятия физкультурой и спортом наших земляков. Мы провели переговоры уже с Федеральной федерацией керлинга России и с Владимирским отделением о том, чтобы в перспективе открыть здесь школу керлинга. Именно в городе Муром, поскольку именно в этом городе был проведен этот матч, этот турнир. И жители смогли своими глазами увидеть, насколько интересен этот вид спорта. В скором времени для муромских керлингистов появится своя тренировочная площадка. Позиция местных властей – поддерживать разнообразие видов спорта для того, чтобы у молодежи был выбор. Я понимаю, что кто-то с иронией относится к новым видам спорта. Неважно, керлинг это или какой-то там халф-пайп или сноуборд. Но кто так иронизирует, он просто не понимает реальную картину, какая складывается у молодежи. Сегодня нельзя навязать детям три или четыре виды спорта. Они не будут заниматься. Мы просто оставим их на улице. Если мы хотим, чтобы дети занимались спортом, мы должны дать им на выбор огромное количество видов спорта. И сегодня идет сегментация. Каждый подбирает вид спорта под себя. После успешно проведенных соревнований можно рассчитывать на то, что международный турнир в Муроме в перспективе может стать ежегодным. Ольга Килешина, Илья Облетов. Наши новости. Продолжение следует...